добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики фиброгрупп и с нами сегодня аналитик компании фиброгрупп богдан зарудский богдан добрый день здравствуйте игорь и здравствуйте уважаемые коллеги сегодня у нас есть и процентная ставка сегодня у нас и запасы нефти и протоколы фонг на что вам кажется стоит обратить особое внимание и в этой связи как бы какие интересные инструменты могут быть действительно сегодня американской сессии можно ожидать объявления 100 процента ставки банка канады ожидается что ставка останется на прежнем уровне но все же допуская рост торговой активности канадцев в паре с долларом сша сейчас видно что график цены закрепился в более низких торговых рамках для тех кто больше ориентируется на продажу данной валюты пары то есть на укрепление канадского доллара считаю что всегда положительный поскольку не было уверенного прохождения уровня сопротивления график цены развернулся от него и судя по всему дальше будет находиться в нынешних торговых рамках но если же все-таки участники рынка положительно отреагируют на то что регулятор оставит ставку на прежнем уровне в принципе можно ожидать еще один рывок вниз до валютной партии может быть еще один этап укрепления канадского доллара все такие еще проблемы существуют вот я думаю что я думаю что центробанк на это акцентирует внимание то что центробанк может оставить ставку на прежнем уровне то что регулятор дальше будет придерживаться монета прежней монетарной политики на таком новостном фоне может быть даже и укрепление канадского доллара поэтому такой сценарий я не исключаю вот и технически видно что эти цены держатся ниже уровня сопротивления допуская что может быть еще один этап вниз вот такая интересная ситуация также еще рекомендую обратить внимание на публикацию данных по запасам особо нефти там ожидается небольшой рост этих запасов конечно же это может негативно повлиять на ход торгов нефтью в частности марки митя кроме того технической точки зрения мы видим что нефть довольно таки сильно перекуплена и если же действительно данные кажутся негативными то это может послужить еще и дополнительным рупором в пользу снижения котировок нефти поэтому если же еще и нефть немного скорректируется на фоне негативных данных то конечно же это может еще и положительно повлиять на ход торгов канадским долларом такой сценарий я тоже не исключаю такая ситуация что касается новостного фонда европейской торговой сессии то в целом ни рыба ни мясо график цены евро доллара вел себя достаточно нейтрально график цены не преодолел важной поддержки и допускаю что данный уровень может служить вполне себе таким надежным форпостом против снижения графика цены евро доллара пока что допускаю что может быть еще пауза против дальнейшего укрепления доллара сша вот ну и конечно же готов показать графики посмотрим на что можно ориентироваться вот и какие уровни уделять особое внимание поняли вас давайте богдан посмотрим обязательно сейчас мы смотрим график цены евро доллара на 4 часовом периоде мы видим что надежная поддержка выступает арена 1.1167 раз тот уровень о котором я говорил вот видно что график цены пока что держат паузу поскольку скоро состоится еще и пресс-конференция главы ецб марио драги поэтому не исключено что на фоне выступления главы ецб может быть еще и значительное изменение графика цены евро доллара но по крайней мере видно что надежная поддержка выступает арена 1.1167 если же технически будут наши покупки до этого уровня и кстати заметьте график цены по-прежнему находится еще в рамках восходящей тенденции и видно что график цены отталкивается от линии поддержки этого восходящего канала поэтому в какой-то степени технически еще напуская что евро доллара еще дальше пойдет в месседжи марио драги еще даст определенный позитив вот и участники рынка положительно на него отреагируют то еще можно ожидать до конца этого дня достижения сопротивления в районе 1.1269 это уже совсем позитивный сценарий с точки зрения волны это на мой взгляд напрашивает коррекция вот импульс в рамках пятой волны на мой взгляд уже может показать завершение своего движения поэтому этого еще можно допустить определенной коррекции но сегодня сегодня еще допускаю что с технической точки зрения график цены евро доллара может еще дальше пойти немного вверх но дальше уже посмотрим также интересно посмотреть еще на канадский доллар вот на мой взгляд это сегодня важная сегодня сегодня важная валютная пара сейчас мы видим что график цены отталкивается от уровня сопротивления в районе 1.3535 уровень но и таки важный история торгов нам показывает что график цены неоднократно тестировал данное ценовое значение мы видим что график цены отталкивается от него по-прежнему видно закрепление в прежних торговых рамках с точки зрения волны лето видно что пятая импульсная волна закончила свое восходящее движение начинается коррекция нисходящий импульс он пятиволновый вот пока что коррекционные волны держу под знаком вопроса поскольку не исключается ее еще дальнейшее восходящее движение вот и если же действительно график цена дальше снизится если же будет укрепление канадского доллара то можно ожидать достижения поддержки в районе 1.3448 поэтому такой сценарий я не исключаю если же все таки будет пробой этого уровня но в таком случае движущую либо же импульсную волну А это я пересмотрю уже в более низком торговом диапазоне ну пока что еще рано об этом говорить но все-таки с технической точки зрения допускаю что первая цель в случае укрепления канадца это район 1.3448 нефть сейчас также находится в более высоких торговых рамках видно что график цены уже немного консолидируется дает некоторый сигнал на выдерживание паузы против роста но тем не менее все таки еще есть запас хода до уровня сопротивления в районе 52.21 но если же все таки запасы окажутся негативными то в таком случае если же данные окажутся негативными то в таком случае можно ожидать достижения поддержки в районе 50.78 вот поэтому вот такая ситуация и также очень интересно посмотреть на золото золото в очередной раз не смогло закрепиться в более высоких торговых рамках неоднократно график цены пытался преодолеть уровень сопротивления 1260 долларов за улицу сейчас мы видим что все таки график цены намерен пока что консолидироваться и держаться в минишних торговых рамках также хочу отметить и то что все таки есть некоторая неопределенность касательно доллара США с одной стороны в конце торговой недели ожидается публикация публикация внутреннего продукта США за первый портал в какой-то степени это может укрепить доллар США а с другой стороны все таки некоторая политическая неопределенность все таки не пускает американскую валюту в сторону укрепления все таки доллар США пока что держится под определенным давлением и мы видим что золото пока что тоже держит определенную паузу но если все таки будет дальше продолжаться негатив касательно администрации Дональда Трампа если действительно будут очередные разбирательства очередные скандалы какие-то непонятные не всегда понятные подковерные игры то в таком случае еще можно допустить достижение сопротивления по имени 1260 долларов так что на мой взгляд одним из таких основных рупоров движения золота все таки будет служить политическая ситуация в США вот такая ситуация ясненько поняли вас спасибо большое вам за ваш обзор Богдан какие сделки у вас открыты у самого сейчас пока что никаких вот сейчас по евродоллару ситуация будет неопределенная вот я все таки подожду пятницу поскольку в пятницу будет публикация ВВП США за первый квартал вот если вы поносите на данные положительные то если рынка все таки закроет глаза на то что творится в администрации Дональда Трампа все таки сосредоточиться на макроданах США я думаю что все таки если же это произойдет то может быть укрепление в США такой сценарий не исключаю дальше посмотрим ясненько поняли вас Богдан спасибо вам большое за ваши обзоры и ответ на вопросы вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня и вам хорошего дня до свидания до новых встреч спасибо до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч